Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Что является большим грехом? Атеизм или вера в ложное учение чужих богов? Как вам скажет любой строитель, чинить после работы другого строителя намного сложнее, чем что-то делать с нуля. Особенно ворчат сантехники, электрики и все те, которым необходимо переделывать внутренние скрытые работы. Если в строительном деле такая проблема существует, а что же говорить про наши души, про наши убеждения, мировоззрения, веру? Тут все сложнее, и последствия ошибок исправляются намного дольше. И говорить с атеистом об основах веры намного проще, чем с человеком, который уже убежден, что верить надо так, так и так. В каком-то смысле атеистов в чистом виде не бывает. Они просто верят в то, что бога нет. Или верят, что бог есть, но он абстрактен для них, или каким-то дивным образом попадает в их душу, там живет и разрешает делать все, что угодно. Такой удобный бог в душе. Одним словом. Поэтому иногда и с атеистами приходится говорить, как с человеком верующим, который верит, что убеждение истины, основываясь не на научных данных, а на том, что ему так кажется. В каком-то смысле это диалог верующего с верующим. Но в любом случае говорить с человеком пытливым, интересующимся, честным, который умеет вести диалог и полемику, не срываясь на личности и не обесценивая мнение другого человека и его самого, интересно. А переубеждать другого человека, говоря, вот здесь ты веришь правильно, а здесь не совсем. Здесь ты веришь как бы хорошо, но не в полноте. Достаточно сложно. Одним словом, переучивать всегда сложнее, чем просто учить. Конечно же, нет правил без исключений. Но в целом, как я знаю из своего опыта, получается приблизительно так. Еще важно заметить, что такое грех. Нам кажется, что грех это то, за что Бог наказывает. Но грех это в первую очередь то, что наносит нам душевную рану, боль, печаль. И говорить, что больше является грехом, атеизм или иноверие, тут, наверное, можно сказать, что и то, и другое душе вред наносит, пожалуй, одинаковый. Главное не быть теплоохладным, как большинство наших современников, о которых в апокалипсисе написано о горе тебе, что ты не холоден и не горячий. Лучше бы это было или горячим, или холодным. Есть, конечно, об убеждениях, о человеческой жизни, которая или просто течет по течению, или пусть иногда заблуждается, но заблуждается искренне. Мы знаем горячего савла, который гнал христиан, который стал не менее горячим миссионером, автором 14 книг Нового Завета, человеком, отдавшим всю свою жизнь, всего себя на служении миссии. Будь он теплоохладным, знали бы мы великого Павла? Нет. Поэтому желаю каждому из нас задуматься о бренности всего сущего, задуматься о вечной жизни, о смыслах всего происходящего, о том, есть ли жизнь за гробом, а если есть, то какая, о том, есть ли Бог, если есть, то кто Он, и как мне его узнать. Помолитесь об этом самому Господу Богу, если есть в вашем сердце сомнения в Его существовании, или сомнения в догматах Церкви, пусть Он вам откроется в личном, молитвенном, духовном опыте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.